Цель моего сегодняшнего занятия – класс моста, что такое композиция функций, что такое базисы и так далее. Это, на самом деле, не очень сложная штука, но по ходу дела мы должны с вами встретить 5 классов и понять, что это такое. Давайте я эти классы сразу выпишу. Т0, Т1, СМА. Теперь, вот если вы сегодня поймете, что это такое, то будет очень хорошо. Теперь, что такое вообще функция, о которой пойдет речь. У нас есть числа 0 и 1, и если идет речь о функции от одного аргумента, то вообще такие функции не так уж и много. А именно, можно из всех аргументов независимости получать 0, можно получать 0,1, можно получать 1,0, можно получать 1,1. Вот 4 варианта. Других функций очевидно нет, потому что никаких других комбинаций из 0 и 1 нет. Давайте какой-нибудь буфер обозначать вот это, ну это, а, да? И давайте тогда подумаем, как разумно обозначать каждую из этих функций. Это разумно обозначает а. Вот это, наверное, разумно обозначает, пустим, 0. Это, соответственно, единица. А вот это, есть разные варианты обозначения, а и минусы стоят. Некоторые пишут такую вот уголоку перед а, есть еще такое обозначение, а плюс 1. Ну, на самом деле, я как разумно, не пользуюсь этих трех обозначений. И вообще, в этой науке часто бывает, что одно и то же понятие обозначают несколькими способами. Хорошо. Хорошо. Теперь, какие бывают функции от двух аргументов? Ну, представьте себе, что у нас есть две буквы А и В. И дальше у нас есть варианты. Бывает 0, 0. Бывает 0, 1. 1, 0. И 1, 1. Несмотря на то. Вот дальше, большое количество разных вариантов. Потому что, если у нас интересует значение на 0, 0, то понятно, что это один из двух вариантов, 0, 0. Если здесь тоже 0, 1, здесь 0, 1. Всего будет очевидно 16 вариантов. Давайте я сейчас наполенюсь выписать все эти 16 вариантов. И мы посмотрим, как эти функции разумно обозначать. Ну и, соответственно, дальше. Итак, чтобы не запутаться, давайте так. Я написал все нолики. Я написал 0, 0, 0, 1. Так, дальше. Здесь придется место экономить. Придется место экономить. Но, на самом деле, не так важно, потому что принципы как раз, вы четко понимаете, принцип такой. Здесь будут подряд единицы. Дальше надо просто повторить вот этот вот блок, который я написал. А именно 4 нолика всей единицы. Дальше вот опять пишем, что там 2 нолика, 2 единицы, 2 нолика, 2 единицы. И, наконец, в конце 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Отлично, справимся. Вот все 16 функций. Давайте сразу, конечно, в этом столбце я просто пишу, что это 0. Давайте я сразу в этом столбце пишу, что это 1. И некоторые простые вещи сразу надо отменить. Ну, вот, например, если здесь 0, 0, 1, 1, 1. Когда я это выхожу, то я расскажу, что это 1. Это понятно. Здесь 0, 1, 0, 1. Это понятно, что такое. Понятно, что такое. Это не будет 0. Так, хорошо. Какие еще есть понятные функции? В общем, какие функции вы, что-нибудь, наизуне знаете? Ну, наверное, вы знаете такую функцию, как I. Или то же самое умножить. Она называется, как? Комогическое умножение. Гомножение, идеологическое. Конъюнкция. Конъюнкция. Или действительно умножение. Конъюнкция. Так, смотрим, где она у нас. 0 умножить на 0, 0, 1, 1 на 0. Все, иди. То есть должно быть 3 нолика и 1 единичка. Вот она. Это функция A и B. Замечательно. Другая, безусловно, известная функция. Это делик. Это то же самое, только диз. Дизъюнкция. Замечательно. Или, или, или. Должно быть наоборот. Вверху нолик, а под ним 3 единицы. Вот она здесь. А или B. Так, ребята. На всякий случай. То же самое, довольно часто, галочкой вниз. Об этом, на самом деле, мы еще поговорим. Сегодня это будет для нас очень важно. Почему вот этот ход галочка вниз, эта галочка вверх? Ответ такой. Эти функции двойственны. Что такое двойственны? Если взять описание функции конъюнкция, шуткое описание функции. 0, 0 соответствует 0. 0, 1 соответствует 0. 1, 0 соответствует 0. И 1, 1 соответствует 1. И в этом описании все ноли изменить на единицы, а все единицы заменить наоборот на нолики. Тогда вы получите из этой функции эту, а из этой функции наоборот и эту. Я не знаю, показывать это или это и так правильно. Понятно, да? Что у нас происходит? Я для тех, кто обознал. У нас на доске выписаны все возможные функции как одной переменой. Их четырешнем. Это совсем не так. Дальше выписаны все 16 функций от двух перемен. Это гораздо хуже. Потому что здесь уже менее понятно. Если бы были функции от трех перемен, то вы понимаете, что здесь строчек было бы не 4, а 8, а соответственно функции было бы 2 в 8 степени. 256. Поэтому там разобраться было бы совершенно невозможно. Ну, на самом деле, по существу разобраться можно и на этой картинке. Но мне нужно сейчас полностью ваше внимание. То есть, господа, на самом деле, есть еще несколько абсолютно известных функций. Например, есть такая штука, как следует. Из А следует... Это вот какая штука. Из лжи следует все, что угодно. Значит, когда А 0, то здесь должно быть единичное. А из истины ложь не следует. То есть, в третьей строчке должна быть цифра 0, а все остальные единицы. 1, 1, 0, 1. Вот она. Это из А следует В. Из А следует В. Ну, точно так же, естественно, из В следует А. Должен быть нолик во второй строчке, остальные единицы. Нолик во второй строчке, это вот здесь. Здесь из В следует А. Так, отлично. Теперь, вот эта единица, что это такое? Ребята, это одна из важнейших форм, из важнейших функций. Она замечательна тем, что здесь равна единице, а здесь ноль. Я потом буду долго объяснять, что это такое. Есть еще так, похожее на нее, когда три нолика, здесь единица. Три нуля, и здесь, в смысле, вот эти, вот эти три нуля, и здесь единица. Один единица. Так, где у меня? Я потерял, что ли? Нет, вот он. Вот эта функция тоже очень интересная. Давайте я эти места отмечу. Вот они, два. А все остальные я сейчас должен как-то легко вам объяснить. Ну, вот, смотрите, как легко объяснить. Есть такая вещь. А равносильно В. Есть такая функция? Есть такая функция. Она равна единице, если А равно В, и равна нулю, если они не равны. То есть, у нее множество значение такое. Один, ноль, ноль, один. Интересно, это где? Это уфа. Вот она. А равносильно В. Вот такая вот есть замечательная, замечательная функция. Хорошо. Так. Скажите, пожалуйста, вот это что такое? Ноль, один, один, ноль. Это вы должны знать. Что это? Ноль, один, один, ноль. Не А на си на Б. Ну, да. На самом деле, это действительно отрицание того, что А на си на Б. Это правда. А нельзя ли это еще как-то сказать упомянуть? Не А на си на Б. Инверсия. Это, на самом деле, сумма, по-моему, дуба. Господа, посмотрите, пожалуйста. То есть ноль, а здесь ноль плюс ноль. Здесь один плюс один. Ноль, это когда четная сумма. Один, это когда ноль плюс один, или когда один плюс два. Это когда у нас не четная сумма. На самом деле, вот эту штуку проще всего понимать, как просто сумма, взятая по-моему, дуба. Ну, то есть вы должны сложить. Если вы получили двойку, то замените ее на что? На что? На ноль. На ноль, да. Отлично. Теперь, теперь мы просто чуть-чуть, наконец-то, будем говорить с пророста в человеческом день, когда я могу все-таки сформулировать задачу. Задача сегодняшней лекции выяснить, какие функции обладают тем свойством, что все, все остальные можно выразить через бух. То есть, представьте себе, что у вас есть какая-то электрическая схема, которая вот на вход подается проводок А, В, а на выход подается и... На самом деле, такая электрическая схема существует. Или, какая-то электрическая схема, на вход которой подается А, В, и если и там, и там есть ток, то дальше ток есть, а если хоть где-нибудь тока нет, то дальше ток не идет. Такая схема проживания. Так вот, вопрос. Любую ли функцию можно получить из каких-то простейших функций? То есть, вот скажем, есть у нас функция от, не знаю, пяти разных перемен. Как вы думаете, реально нужно будет изобретать новую электрическую схему, или же ее можно набрать из каких-то примитивных элементов? Оказывается, есть несколько, так сказать, базисов, несколько наборов функций, через которые все остальное можно выразить. Не А или Б. Что это на самом деле такое? А или Б, это ноль со всеми единичками. Не А или Б. Это единичка со всеми нулями. Соответственно, вот эта штука называется стрелка пирса. Это просто по определению. Стрелка пирса. И была она придумана в 1880 или в 1181 году. Примерно в то время. Оказывается, что абсолютно все из этих 16 функций можно при помощи этой самой стрелки получить. То есть, если у меня будет электрическая схема, которая мне сделает вот это, то есть, если тока не было на обоих проводах, то ток должен течь. А если был хотя бы на одном, то уже все, уже не течет. Оказывается, я в таком случае, при помощи комбинации таких блоков, может быть, многих, но тем не менее, могу сделать любую функцию. Причем, что интересно, не обязательно любую функцию от двух аргументов, а любую функцию от трех, от четырех, от какого хочешь количества аргументов. Кстати, сейчас обязательно нужно будет объяснить, как же переходить к трех или большим количествам аргументов. И другая функция, которая соответствует этому. Вот смотрите, здесь у меня единицы и все нули, а там наоборот, там наоборот, три единички и ноль. Вносит название Штрих-Шефера. И она придумана была в 1913 году. Заметьте, это не так давно, всего-то 104 года назад. Штрих-Шефера. Вот это вот две чрезвычайно, на самом деле, важные функции. Давайте еще сейчас поймем, как же все-таки по-быстрому записать остальные функции. Например, что такое вот это? Один, ноль, один, ноль. Вот смотрите, B это ноль, один, ноль, один. А это что такое? Это не B. Согласны? Подумаем, как, например, выражена вот эта штука. Ноль, ноль, один, ноль. Что это такое? Как это записать понятным образом? Я умею, это нужно, на самом деле, записать так. Должно быть А и отрицание В. Правда? А должно быть вверх, а В должно быть вверх. Или вот здесь должно быть что такое? Это отрицание А и В. Так. Осталось чуть-чуть. Осталось вот это. Так, что такое один, один, ноль, один? Как понятным образом? Это отрицание чего? Кондиции А и В. Ну, нет. В принципе, можно сказать, конечно, что это отрицание ситуации 0, 0, 1, 0. Отрицание вот этой ситуации. Ну, по-другому можно сказать так, что это отрицание А или В. Так, отрицание А или В. Я правду сказала или нет? Если В, то это единица. Если А, 0, то это тоже. Да, шокарное отрицание А или В. Ладно. Не важно как, но каким-то способом я все-таки выписал все 16 функций.